Брифинг на тему Добрый день Мы хотели представить инициативу, которая начинается завтра в городе Одессе на базе университета имени Ушинского Это научная конференция, посвященная религиозным ценностям, как катализаторам согласия в обществе и взаимопонимания в обществе В последние годы в науке, в социологии, в религиоведении, в философии говорится о великом возвращении, великом возвращении религии После увлечения теориями секуляризации, идеями о том, что религия перестанет занимать ведущее важное место в жизни нашего общества И социологи, и религиоведы отмечают, что на самом деле это не сбылось Что процесс этот не настолько простой, он гораздо более сложный И мы видим, что по событиям в мире, в разных точках земного шара, сегодня видим, что религиозные ценности, то, как они воспринимаются людьми Являются такими вдохновляющими на различные действия, как созидательные, так и разрушительные И поэтому это та сфера, на которую следует обратить пристальное внимание Мы выступили с организаторами этой конференции, инициаторами выступили наши коллеги со Львова, с которыми нас давно связывают дружеские и научные интересы В данном случае инициатором был Центр межконфессионального и межрелигиозного диалога «Либертаск», который обратился к нам с идеей создания такой конференции Конференции, которая бы представила опыт авраамических религий, то есть христианства, ислама и иудаизма, их взгляд на ценности в различном аспекте И наш институт, Европейский институт социальных коммуникаций, при содействии группы примирения, межцерковной христианской группы, которая на протяжении уже нескольких лет работает в Одессе И в последние годы особо уделяет внимание межрелигиозному диалогу, контактам с представителями нехристианских религий, живущих в Одессе Мы откликнулись на эту инициативу и организовали, благодаря нашим коллегам из Национального университета имени Ушинского, эту конференцию Она начинается завтра, начинается завтра в 11 часов в здании главного корпуса университета, о чем Елена еще расскажет В конференции принимают участие и будут представлены традиции различных религий Нашим почетным гостем будет шейх Саид Исмагилов, глава Духовного управления мусульман Украины УМА Кстати, сегодня через час буквально будет его небольшая встреча в Одесском национальном университете имени Мечникова Посвященная месту мусульман в проекте Украины, которая идет в сторону Европы То есть каково место мусульман в этом обществе А завтра мы более целенаправленно будем разговаривать и будет шейх Саид и Евгений Боренштейн Преподаватель университета, который представит взгляд иудаизма на фундаментальные ценности Будет наш давний друг, коллега, руководитель кафедры богословия Украинского католического университета Виктор Жуковский Приглашаем всех желающих завтра на эту конференцию в 11 часов утра в университет имени Ушинского Добрый день! Я хочу сказать, что Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского Ежегодно проводят различные научные конференции, просветительские чтения, посвященные богословской проблематике Так традиционными уже ежегодными стало проведение рождественских чтений, просветительских чтений, пасхальных чтений И вот завтра мы проводим такую очередную уникальную, на мой взгляд, конференцию Которая посвящена сформированию религиозных ценностей и межрелигиозному диалогу в современном обществе Я должна сказать, что в Южноукраинском национальном университете не случайно проводится так много таких богословских конференций Это связано еще с тем, что этот ВУЗ, единственный на юге Украины, открыл новую специальность богословия И предлагает бакалаврскую программу по подготовке богословов Причем эта программа носит светский характер, это уникальная возможность получить высшее образование, высшее педагогическое образование и светское богословское образование Подготовка бакалавров богословия включает изучение широкого спектра философских, психологических, педагогических и богословских дисциплин Среди преподавателей 3 академика, около 8 докторов наук-профессоров, больше 20 кандидатов наук-доцентов, в том числе и кандидаты в богословии Поэтому в нашем университете созданы все условия для проведения таких творческих, таких интересных конференций Одна из которых будет проводиться завтра В ней принимает участие заведующий кафедрой философии и социологии доктор философских наук-профессор Боренштейн Евгений Руславович Который также является и руководителем еврейской научной программы в Одессе Мы приглашаем всех желающих принять участие в этой конференции Конференция открывается завтра в 11 часов в Южноукраинском национальном педагогическом университете по адресу Старопортофранковская, 26, конференц-зал Будем очень рады вас видеть, приходите Я хотел еще добавить, что безусловно возможность воспользоваться этой уникальной программой по получению богословского образования Которая отличается от религиовического Религиовическое образование у нас уже довольно популярно И у нас есть местное отделение ассоциаций религиовической Но это дает некий иной взгляд, некую иную методологию к подходу тех вопросов, которые волнуют Пусть еще может быть не широкий круг людей, но специалистов, безусловно И это те вопросы, которые будут набирать свою актуальность И, безусловно, те, кто воспользуется этой программой, будут иметь исключительные компетенции для понимания тех процессов, которые происходят А процессы религиозной жизни, они вплетены в нашу культуру И настолько, когда мы действуем в рамках культуры, мы действуем часто иррационально И в основе этих наших поступков лежат фундаментальные какие-то ценности, архетипы И вот именно религиозные ценности, религиозные архетипы – это то, что побуждает людей совершать те или иные поступки Формируя тем самым и структуру общества, в котором мы живем Даже если мы этого не признаем, даже если мы это отрицаем, мы все равно действуем, отрицая в соотношении с этой системой координат И именно поэтому для нас чрезвычайно важно обратить внимание на эти ценности, приспотреться к ним У нас будет возможность обсуждения в рамках круглого стола, дискуссии И всех неравнодушных мы приглашаем к этому, потому что даже события последнего года показали Насколько мощно действовали в тех социальных процессах церкви, в несвойственной им роли Часто рассматривали религию во взаимоотношении с государством Сегодня открылся новый спектр этих взаимоотношений Религии и общества И умение выстраивать эти отношения, использовать колоссальный потенциал религии для позитивного созидания Это чрезвычайно важно И безусловно, за каждой из общин, которые будут представлены, стоит большая история История в том числе и конфликтов Но мы будем пытаться формировать наше будущее Будущее, как мы его видим, не конфликтное, а созидательное Мы будем говорить о тех ценностях, как неком фундаменте, на котором мы стоим Но пытаясь конструировать иные принципы сосуществования этих религий в современном мире Которые уже и в других точках земного шара показали, что могут существовать И действовать на благо общества и отдельных ее граждан Как по вашему, Одесса один из наиболее много профессиональных городов в Украине? Может быть, даже не тот по Украине Какова ситуация межконфессиональная в Одессе? Можно ли говорить о таком понятии, как зла, когда, например, есть определенные конфликты? Это у нас один вопрос Второе. Вы говорите о том, что церковь начинает действовать вне привычной для себя манере? На мой взгляд, наоборот Она начинает действовать как раз в привычной для себя манере Потому что именно церковь в свое время была катализатором практически большинства конфликтов Большинство конфликтов в той или иной степени катализировалось церковью И в той ситуации, которая сейчас здесь Между киевскими и московскими патриархатами происходит в Украине явная борьба Причем, когда мы говорим о ценностях, мы говорим об ограничениях Ограничения были не свойственны В принципе, не свойственны Если человек нормальный, он должен уходить от ограничений и не стремиться к нему В связи с этим, во-первых, какова ситуация в Одесском регионе, по вашему мнению, между киевским и московским патриархатами с одной стороны? И второе. Можно ли говорить о надплечении согласия между разными конфликциями? Или мы имеем какие-то тлеющие конфликты, которые могут как-то разгореться? Спасибо Спасибо. Может, я начну? Елена, если захочет дополнить что-то, я прошу это сделать Относительно ограничений Начну с конца Я считаю, что это именно свойственно человеку вводить ограничения Именно ограничительные функции культуры И создали из человекоподобных существ человека Культура — это всегда некие ограничения Табу, которые накладываются на общество И в этом смысле, скажем, философия последних столетий Особенно, может быть, последнего времени Либеральная, которая провозглашает отсутствие каких-либо границ Она приводит к некой деградации человека С моей точки зрения Что касается конфликтов Мы не видим сегодня конфликтов Глобальных в Одессе Мы, если говорим В более широкой рамке Межрелигиозного взаимоотношения Я как раз вижу Некое Взаимное Открывание Мы наново начинаем открывать друг друга Мы жили долго рядом друг с другом Но не очень интересовались жизнью друг друга Два года назад В рамках межрелигиозной группы Межконфессиональной христианской группы Примирения И совместно с Одесской синагогой Движения Хаббат Мы организовали первый день иудаизма В Одессе и в Украине Когда главы трех церквей христианских Посетили синагогу Были встречи на Равинам Было очень долгое общение Буквально В последнее воскресенье Группа христианской молодежи Из разных церквей Посетила снова эту синагогу Где была проведена экскурсия Такие встречи есть Они не частые Но раньше их не было В этом смысле мы видим, что есть некое движение Интерес друг к другу Интерес такой человеческий В событиях прошлого года Когда мы переживали очень острые драматические моменты В истории нашего города Голоса лидеров различных Религиозных организаций Как христианских, так и иудейских Мусульманских Звучали в унисон Говоря о том, что мы все под одним богом ходим Мы ответственны За свою жизнь За жизнь других людей За мир, в котором мы живем Безусловно, существует ли конфликтность? Да, она существует Да, существует соревновательность и соперничество Между церквями киевского патриархата И московского патриархата Да, наверное, она существует между другими Какими-то конфессиями Для нас важно другое Мы сосредотачиваемся Наша конференция посвящена опыту авраамических религий Поэтому эту рамку мы шире ставим Христианство, иудаизм, ислам Но Что кажется мне важным Что дорого мне И моим единомышленникам Из той же группы примирения Не обращать внимание на прошлое Прошлое нам не изменить Но мы можем формировать другое будущее Говоря о том, что церковь была Религия, если что-то сказать Была Инициатором Катализатором Многих конфликтов Но мы должны понимать Что в то время, о котором мы говорим Религиозное сознание было Ну, имело некую монополию Да? Ну, мы знаем, что Чья вера То есть какова вера государства Того и вера Да, того и вера И сегодня Сегодня же Мы живем в мире Плюралистичном Где существует Конкурентность Мировоззрения И то мировоззрение Которое все же будет Ну Демонстрировать некую Созидательность и внимание К человеку То и победит Люди не хотят конфликтности Конфликтность Это Ситуация дискомфорта Быть может Я добавлю еще Да Действительно Конфликтность Присутствует всегда в обществе И во всех сферах И Религиозная сфера общества Не является в этом Исключением Но Я придерживаюсь Такой точки зрения Что нужно конфликт На конфликт смотреть Не только как на Разрушающий потенциал Да Его Но и в конфликте Может быть и Позитивный Какая-то Позитивная функция Конфликтов Которые могут Привести Даже Систему Или какую-то организацию В новое Качественное состояние Если говорить о сегодняшнем Дне То мы видим Что разъединяют людей Не религиозные ценности Не экономические А разъединяют сейчас В украинском обществе Политические Внешнеполитические ценности К сожалению сейчас Людей Поэтому А вот как раз Как показывают результаты Различных Социологических исследований Как раз К церкви По сравнению К институту церкви По сравнению С другими Общественными институтами Доверие Выше Чем Ну вот выше Чем к другим Общественным институтам Поэтому Я считаю Что вот церковь правильно Что сейчас И вообще религиозные Организации Объединяются Для того Чтобы те конфликты Которые возникают Вот В результате Столкновения экономических Я бы сказала Политико-экономических Ценностей Они И смогли Все-таки Вот Помочь Обществу Найти мир Тогда Последнее Тогда Спросите Мы Ну Мы имеем Не Украина А мир В целом Последние Наверное 15 Переживаем Ян Переду Турманской Причем Как Суницкого Насколько По вашему мнению Это затронуло Юг Украины Во-первых И во-вторых Насколько Вот сейчас Ну Можно ли говорить Об усилении Ислам Исламской религии В Одесском регионе И защитим увеличение Число Его последователей Спасибо Направление Его Является Агрессивное Течение Ислама Скажем Или Это Исламов Его Дмитрий Я Отвечу Вы видите Агрессивное Проявление Ислама Сегодня Его нет Выросли ли Количество Последователей Ислама Да Мы видим Присутствие Исламской Культуры Благодаря Миграции И Тем Что Здесь Растут Национальные Общины Те или иные Которые Традиционно Исповедуют Ислам Это конечно Рост Незаметный На фоне Общей Религиозной Ситуации Он Невысокий Процент Он очень Невысок В рамках Статистической Погрешности Этот рост Но Безусловно Мы наблюдаем Мы видим Мы ходим по улицам Это проявляется В культуре еды Которую мы В культуре нашего фастфуда Иных Каких-то Вещей Которые Бросаются нам в глаза За ними стоит Определенная культура Эта культура Питается определенными ценностями Не обращать на это внимание Безусловно Нельзя Мы должны об этом думать И мы должны Формировать Задавать Некий Тон общения Между этими Разными Культурами Культуры Которые мы считаем Ну условно говоря Традиционные Для Одессы Если так можно сказать Или там Доминирующие в Украине Христианские С другими культурами Да Которые важны Потому что Некоторые общины Мы знаем Что они там Не очень большие Но имеют большое влияние Или там Иудейская община Она очень сильное влияние Имела Там на историю Одессы Да И сегодня в принципе Она хоть и малочисленная Но довольно значимая Я думаю Что как раз Вот такие встречи Которые мы проводим Я думаю Что в Одессе Не хватает На самом деле Возможность Встретиться Встретиться Ведь это встреча Тоже мы думали О формате Каким образом ее построить Именно академический формат Нам кажется наиболее удобным Потому что это Как бы нейтральная площадка На которой Люди встречаются Ну На нейтральной территории Да Они одинаково комфортно Себя чувствуют И это Встречи Из которых может родиться Как бы новое качество Отношений Какое зависит от нас Как мы будем к этому Относиться Так кажется Спасибо Спасибо Ваше мнение как социологов Очень часто Российские СМИ Пытались Навязать Конфликт Что Украинские Националисты Воюют здесь С еврейскими общинами Это проскакивает Очень часто В российских СМИ И как вот реагирует Одесса на эти Вросы Ну а как можно Относиться К абсурдным заявлениям Ну мы же знаем Да Разве что только по Гегелю Тем хуже для фактов То есть факты Это не подтверждают Ну что же здесь комментировать Ну что же здесь комментировать Есть еще вопросы А А Да А вы когда Проходили И еврейской Равина С другими Священниками Какие вопросы Они обсуждали Вот это было бы интересно Вот Как она проходила Вот более конкретно Что обсуждалось Какие выводы Ну а не Об этом можно найти информацию Об этом тогда писали Два года назад Очень Да Два с половиной Наверно Года назад Писали об этом Ну одесские СМИ Были репортажи Это была Знакомительная встреча То есть это была Экскурсия по синагоге Это был разговор О традициях О различных Религиозных общин Главным образом Иудейские То есть Рабер рассказывал о том Как Как устроена жизнь Общины Как устроена синагога Что важно Ну это Это больше было такое Человеческое общение Хотя Ну Присутствовали Официальные лица Да И именно Присутствие Официальных лиц Оно показывало Некую значимость События Да Тем не менее Вопросы Были очень простые Вопросы Нравства То есть Те вопросы Которые мы будем завтра Например обсуждать В рамках конференции Вопросы Человека В секуляризированном мире Человека Который исповедует над собой Власть Бога Независимо от традиций В которой мы живем Да Трудностями С которыми встречается В та или иной общине С необходимостью Нести Божье Слово Людям Современным О Библии О Библии Говорили О том Больших сдвигов Что это Переломный момент Но я считаю Что это переломный момент Потому что Раньше такого не было И не было Нигде В Украине И в Одессе Тем более А сегодня есть И это как бы Задает уже Иной характер отношений То есть Теперь это есть И теперь Теперь такой факт В наших отношениях есть Мы можем думать о чем-то Дальше Да Мы можем дальше Как-то созидать наши отношения Ведь Такой взаимный диалог Ведь диалог же он не состоит в том Чтобы мы договорились до чего-то И пришли к какому-то Однозначно общему знаменателю И И забыли свои различия Честный диалог как раз происходит там Где мы Определяем свое Свои различия Что тот с кем я встречаюсь Он другой Да Но в его инаковости Да То что он другой Он для меня не враждебен Да А он Он для меня загадка Он для меня тайна И вот Я встречаюсь с этой тайной Вот А в каких городах Украины Такое было Было После Одессы На следующий год Это было в Киеве Похоже Но немножко не в другом формате Там больше академическом формате Такого посещения не было И в Донецке Что-то было До событий в Донецке Второе Единственное место Я чуть-чуть причиню одну вещь Опять-таки Говоря об Одессе Знаете-таки Говоря об Одессе Сходя из того Что Вы сказали Можно ли сделать вывод Что Одесса Является Ну В чем-то примером Межконфессионального Согласия Скажем Для Украины Или Может быть Сказать Что она Сказать Ну Это пример пути к согласию Согласия Мы Одесситы Любим рассказывать Что мы самые особые Конечно Да И В этом смысле Скажу Да Да Конечно Одесса Является В этом смысле Миром Впереди всей Украины Но если серьезно Да Такие взаимоотношения Различные формы сотрудничества Происходят в других городах Примером Инициатора этой конференции Да Международный Межрелигиозный Центр Межконфессионального Межрелигиозного Диалога Либертос Львовский Он Возник во Львове Тем самым это показывает Что во Львове Эта потребность Тоже возникла Центр существует Несколько лет В рамках Украинского Католического университета Который является Одним из партнеров Этого мероприятия Существует Несколько Разных программ На одной из них Я веду дистанционный курс По межрелигиозному Диалогу Магистрская программа И Это уже длится много лет То есть Есть некий запрос В Киеве Есть некие Такие Инициативы Больше Академического Характера Были Похожие Инициативы По моему В Донецке В связи с событиями Майдана Они были Но когда я езжу по Украине Я не знаю Что говорят Елене Елена тоже Много путешествует На конференции различные Но вот мне Например Часто говорят Вот у вас До 10 Там много чего происходит То есть Одесса все таки В этом смысле Замет Можно сказать Что знаков Противоречий Межрелигиозному Я не вижу Я не вижу Я не вижу Я не вижу Спасибо Есть еще вопросы Спасибо 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 большое Мне Спасибо 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 Спасибо